День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Перекоп на Первомайском. Работы уже идут с опережением графика. Все земляные работы на Первомайском проспекте практически завершены. Ремонт идет с опережением графика, заявил нам сегодня заместитель главного инженера РМПТС Олег Кулешов. Погода пока благоприятствует, поэтому на участке работа спорится. Первомайский проспект в Рязани в стадии активного ремонта. От моста и практически до площади Победы масштабные траншеи. Впрочем, так будет недолго. Объем работ понятен, материалы уже готовы, причем отечественные. Сейчас приступили к подготовительным работам. Это вот сваривать трубы между собой, чтобы потом, у нас же будет всего две недели отключение горячей воды. Мы отключим и подрядчик сразу начнет опускать трубы, чтобы не задерживать отключение горячей воды. Так что на данный момент мы идем с опережением графика. Все уже откопано и сегодня мы начнем копать в сторону моста. Сегодня в ночь. Длина участка примерно 750 метров. Всего уложат полтора километра труб в два ряда. Стоимость первого этапа 100 миллионов. Много разговоров было по изменению транспортной схемы, но пока что большинству автолюбителей добросовестно сворачивают в объезд. Все предупреждающие знаки на месте, включая вот этот кирпич. По выделенной полосе ехать могут только автобусы, об этом уже не раз говорилось, в том числе и нами. Вот только тех, кто пытается проскочить в наглую, все больше. Прямо во время съемок таких машин мы насчитали с десяток. На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаком 5.14.1, запрещается движение и остановка других транспортных средств, за исключением школьных автобусов, а также транспортных средств, которые используются в качестве легкового такси. Согласно части 1.1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушении требований правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере полутора тысяч рублей. Срок окончания первого этапа 12 июля. Неудобства для автолюбителей понятны, но ремонт, говорят в мэрии, это вынужденная необходимость. После его окончания аварийность на этом участке будет значительно снижена. Концерт, выступления кинологов, выставка оружия и полевая кухня. Так, праздник «Горжусь тобой, моя Россия», организованным Рязанским управлением ФСИН, отметили в Центральном парке культуры и отдыха. Способные задержать одного преступника в общении даже с самыми маленькими, они добрые и дружелюбные, поэтому все желающие смогли поиграть с овчарками. Для врагов она, а для друзей она доброе животное. Любой человек может погладить. А когда надо, она применит свои зубы, видите, какие клыки огромные, и задержан. Большой интерес гостей праздника вызвала выставка оружия и оборудования спецназа. Ребята фотографировались в касках и бронежилетах, разбирали и собирали оружие. Очень много вопросов задают по тактико-техническим характеристикам нашего оружия. Всем интересно, потому что в свое время каждый мужчина служил либо в правоохранительных органах, либо служил в армии. И поэтому всем интересно. Подходят и старшие поколения, вспоминают свою службу. Все очень интересно. Сравнивают свои годы, свое оружие, каким пользовались, и которое сейчас находится на вооружении нашего подразделения. На сцене Зеленого театра выступил заслуженный артист России Сергей Зверев и его творческая группа. Они исполнили песни отечественных композиторов. Мы должны более консолидироваться, объединяться и быть вместе. Вот это и есть праздник. И сегодня, видите, вот почему я здесь сегодня, на этой Рязанской земле, потому что я с 80-го года работаю с концертной программой в Овсине. Мы выступали здесь уже раз в 50, наверное, в Овсине, по всем колониям. И это как бы родная земля уже, вот такая родная, исканная. Каждая колония я знаю, даже вот сейчас вот на вскидку, если сказать, пятая колония, Фатулаев, я даже, да, понимаете, вот на вскидку. Я ничего нигде не сговариваю с вами. И все, тем более замечательно. Начальник пришел здесь, руководит комков Александр Павлович. Более тысячи рязанцев попробовали настоящую солдатскую кашу. Сотрудники УФСИН развернули в парке полевую кухню образца 48-го года. И как только на улице запахло угощением, к ней выстроилась очередь из желающих подкрепиться исторической кашей, сладким чаем и ароматным хлебом. За несколько часов съели около полутора тысяч порций. Кухня полевая КП-2 образца 48-го года. Имеет она два котла. Один емкостью 75 литров, второй 125 литров для приготовления первого-второго блюда, а также горячих напитков. Праздник весь хороший. Посмотрели технику с детьми, попробовали полевую кухню. Все понравилось. Весело, хорошо. Попробовали кашу военную. Очередь отстояли, да? Отстояли. Да. Ну, интересно представлены, кстати, бронемоавтомобили, оружие. Это очень даже интересно. Дети сразились на импровизированных мячах с историческими героями, поучаствовали в мастер-классах по рисованию и лепке. В общем, праздник получился на славу. Полицейские снова пресекли производство контрафакта – незамерзающей жидкости, содержащей метиловый спирт. Техническая линия находилась на промышленной территории в одной из деревень Рыбновского района Рязанской области. Эксперты установили, что незамерзайку для автотранспорта готовили на основе метилового спирта. А это, как известно, ядовитое вещество, оборот которого в России ограничен. И уж точно его использование для производства незамерзающей жидкости запрещено. Незадачливый коммерсант задержан. Предварительно установлено, что метанол приобретался через интернет-сервис частных объявлений. Торговля велась через веб-сайт официально зарегистрированного предприятия, где сообщалось, что продукция полностью безопасна. Известно, что среди оптовых покупателей опасной жидкости бизнесмены из Московской, Рязанской, Тульской и Липецкой областей. Полицейскими обнаружены 450 5-литровых бутылок с готовой продукцией и более 13 тысяч литров метилового спирта. Также изъяты пустые канистры, крышки, этикетки, красители и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Вынесен очередной приговор по народной 228-й статье. Речь идет о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подробности далее. Не успел разложить оптовую партию. Сотрудники региональной прокуратуры поделились подробностями уголовного дела очередного закладчика. В этот раз под прицел правоохранителей попал гражданин одной из азиатских республик. Как стало известно следствию, мужчина раздобыл большую партию героина и метадона. Распространял он их классическим путем, через так называемые закладки. Занимался он этим с июня по сентябрь прошлого года. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, в ходе которого неразложенные наркотические средства были обнаружены и изъяты. Вина подсудимого была доказана в ходе судебного следствия. И ему, с учетом мнения государственного обвинителя, было назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. В июне это уже третий такой приговор по народной 228-й. Первый касается незаконного хранения. Причем часть запрещенки мужчина принял сразу, часть спрятал в пачке из-под сигарет в кармане куртки. Приговор 3 года условно, испытательный срок и штраф 30 тысяч. Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу. Второй приговор тоже за приобретение. Купил их Рязанец через интернет, притом в крупном размере. И, как рассказали правоохранители, употребить даже не успел. Как итог, 3,5 года условно. Плюс испытательный срок. Футбольный клуб Рязань ничьей завершил переходный турнир команд второй лиги. В матче с Сатурном подопечные Дмитрия Сережкина дважды вели в счете, но упустили победу в самой концовке. Последний матч турнира Рязань начала без раскачки. Уже на второй минуте Егор Аксенов с разворота отправил мяч в сетку у хозяйских ворот. Сатурн ответил своей атакой и ударом в створ. В общем, и те, и другие дали понять, что играть будут, что называется, с открытым забралом. На 24-й минуте Рязанцы удвоили счет. После удара Вячеслава Пурака Дмитрий Семин первым оказался на добивании и уже 0-2 для осени-черных. Сатурн очень скоро пришел в себя. И вначале его нападающий попал в штангу, а на исходе тайма Данила Прошляков один мяч отыграл. А в самом начале второго тайма хозяева и вовсе счет сравняли. Но на 60-й минуте гости снова вышли вперед. После ошибки голкипера на выходе в нужном месте оказался Евлоев. Он же мог решить все вопросы на 82-й минуте, но не реализовал выход один на один. И когда казалось, что матч так и закончится, Рязанцы на последней минуте получили пенальти в свои ворота, а равенчане его реализовали. В итоге боевая ничья 3-3. Веселая игра получилась с одной и с другой стороны. Конечно, я разворачирован, что мы не забили столько моментов. У одного урока, наверное, 4 было сегодня возможности забить. Но не забиваешь ты, забивают тебе. Так вот у нас весенняя часть проходит, к сожалению. В итоговой таблице Рязань расположилась на 9-й строчке. Следующий сезон во второй лиге пройдет по новой формуле и довольно запутанной схеме. Длинная скамейка подопечным Дмитрия Сережкина явно не помешает. В Рязань прибыл ковчег с мощами Матроны Московской. В Рязанской епархии отметили, что эту святую почитают во всем православном мире как добрую, скорую на помощь угодницу Божию. Мощи Матроны Московской встречают в 7.30 утра у собора Рождества Христова во главе с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Далее литургия. И посети виноград сей, и утверди, и гордо насади, и снится твоя. Ковчег с частью мощей святой привезли в Рязань по молодежному хоровому проекту. Ритмы веры. В регион Клирос приехал после Липецка и Тамбова. Следующая точка – Пенза. То, что не хватает, это любви друг к другу, взаимопонимания, взаимопомощь, взаимоподдержки. И очень хорошо, когда святыня становится тем центром, который людей между собой объединяет. И объединяет не на духе злобы, не на духе каких-то других грехов и невзгод, а на духе любви, трудности, смирения. Павел Ефремов добавил, что благодаря программе «Ритмы веры» удается объединить верующих разных возрастов. Приоритетом, конечно же, является молодежь. Одна из целей программы – объединить людей в духе любви, кротости и смирения. Этими качествами как раз и была наделена блаженная Матрона Московская. Об этом в своем наставлении к верующим говорил митрополит Марк. Она поистине отбросила в жизни все, кроме искания Царства Небесного. И Господь дал ей все, дал ей почитание, дал ей известность, дал ей много близких и родных поистине людей. И это все благодаря тому, что она правильно расставила в жизни приоритеты. Искала Небесного Царства сначала, а потом Господь давал ей все остальное. Сейчас святыня в Успенском соборе. Он открыт с 7 утра до 7 часов вечера. У Ковчега ежедневно будут совершаться два молебна с пением Акафиста – в 10 и в 15.30. Святыня будет находиться в Кафедральном соборе до 21 июня. И на этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова